А вот вы знаете, Бисмарку приписывают высказывание, что воины выигрывают не фельдпебели, а учителя. И вот в этом контексте мне интересует ваше отношение к очень многим публикациям, в которых цитируются и Кейсинджеры, и многие другие деятели, не только из Северной Америки, но и Западной Европы. В отношении того, что их задача стоит разрушение системы образования в России с тем, чтобы в перспективе страну победить. Вы считаете, что это все как-то больше к теории заговоров относится, или под этим есть какие-то основания? Мне сложно здесь давать какие-то оценки. Я не специалист, и мне сложно предполагать, заговору это или не заговор. Для меня важна работа, и для меня важен тот результат, который мы достигаем. С учетом того, что определенное время я работал и в Академии педагогических наук, и базовое образование у меня педагогическое, и в школе работал, я определенное представление о системе образования имею. Поэтому для меня важно, чтобы было общение с учителями, с регионами, с управленцами. Почему я много езжу по России и стараюсь встречаться и с учителями, и с директорами школ, рассказывать о том, что делает Рособорнадзор, почему он вводит, допустим, объективную систему оценки и учеников, и мы говорим об объективной оценке учителей, чтобы аттестация учителей была неформальной процедурой, когда все получили, прошли аттестацию. Аттестация учителей была тоже объективная, но по результатам аттестации учителей не принимались сразу административные решения, а было направление на курсы повышения квалификации. И по тем выявленным вопросам, проблемным зонам, которые в ходе аттестации определились, должна пройти система повышения квалификации переподготовки или повышения квалификации учителя. То же самое мы в плане инспекции меняем подходы к инспектированию, потому что я считаю, что инспекции и надзор в системе образования должны носить развивающий характер. Что я в этом вкладываю? Когда мы приходим в школу, приходим в регион, мы должны привлекать экспертов, лучших учителей, лучших директоров, которые уже на практике имеют определенный результат, и они должны оценить школу, посмотреть слабые места, сильные места и дать программу развития. И по итогам инспекции, проверки, школа должна не только предписание получить, но должна получить программу развития, что ей нужно сделать для того, чтобы исправить те или иные нарушения или проблемные зоны, вопросы. А вот если школа не выполняет, директор не выполняет вот эту программу, тогда уже принимать административное решение. Очень хорошее впечатление. Интересно вспомнил юность свою. Поэтому спасибо. Все вопросы абсолютно правильные, интересные. Я готов на любые вопросы отвечать, поэтому для меня не было какого-то дискомфорта.